Хочу показать вам, как избавиться от кислотного рефлюкса раз и навсегда. В колледже я пополно испытал на себе эту проблему. Я глотал антоциды тоннами и понятия не имел о причине этого явления. Жаль, что тогда я не знал того, что знаю сейчас, ведь я бы мог гораздо легче решить эту проблему. Месяцами я страдал от ужасной изжоги. Мне приходилось привставать на кровати, чтобы изжога прошла. Потому что по ночам она была ужасна. Что такое кислотный рефлюкс? Это ситуация, когда кислота извергается из желудка через клапан в пищевод. Этот клапан называется нижнепищеводный сфинктер. Самое важное, что надо знать о кислотном рефлюксе, это то, что его вызывает нехватка кислоты. Это нехватка кислоты в желудке. Из-за нехватки кислоты не запускается механизм, который закрывает клапан, отделяющий верх желудка от низа пищевода. Клапан не закрывается, и кислота выплёскивается вверх. Эта нехватка кислоты называется гипохлоргидрия. Это и есть первопричина изжоги. То есть в желудке мало кислоты. Есть другой недуг под названием ахлоргидрия. Это когда кислоты вообще нет. Это бывает у некоторых людей в старости, с возрастом. Вообще с возрастом количество кислоты у нас в желудке понижается, что влечёт разные проблемы с пищеварением. У 30% всех людей старше 60 лет имеется нехватка кислоты в желудке. Это большая проблема. При этом мы принимаем антоциды и разные препараты, чтобы с этим справиться. И, конечно, их побочные эффекты ужасны. Ведь мы делаем ровно противоположное тому, что надо делать. Это даёт краткое облегчение, но при следующем приёме пищи становится всё хуже и хуже. И мы так и сидим на этом лекарстве. Очень важно следить, чтобы в желудке был правильный PH. А нормальный PH желудка должен быть от 1 до 3. Это сильнейшая тислота. По шкале PH 7 — это нейтральная среда. Всё, что выше — 8, 9, 10 — это щелочная среда. А всё, что ниже 7 — это кислая среда. И каждое следующее целое число отличается от предыдущего в 10 раз. Иными словами, при PH равном 5, кислотность в 10 раз выше, чем при 6. Если же говорить о PH от 1 до 3, это очень сильная кислота. Именно это нам и нужно для расщепления белков, для усвоения минералов и витаминов, таких как B12, фолиевая кислота и витамин С. Ещё кислота нужна для уничтожения микробов, грибков, бактерий, чтобы эти микроорганизмы не размножались в тонком кишечнике. Главная особенность желудка в том, что касается выработки кислоты и закрытия клапана, между этими двумя функциями есть связь. Иными словами, в норме этот клапан должен закрываться при достаточном количестве гастрина — вещества, которое запускает выработку соляной кислоты. Так что существует связь между уровнем кислотности и этим клапаном, его закрытием и открытием. Это парасимпатический процесс. Что это значит? Это значит, что его контролирует та часть нервной системы, которая контролирует пищеварение и отдых. Она конкурирует с другой системой, симпатической, системой «бей или беги». Это значит, что чем сильнее ваш стресс, тем сильнее у вас будет кислотный рефлюкс. Ведь при усилении симпатического контроля парасимпатический ослабевает. Стресс — ещё одна причина проблем с желудком, в том числе возможная причина кислотного рефлюкса или ГЭРБ, как он ещё называется. Есть и другие важные причины следить за нужным уровнем кислоты. Я говорю про соляную кислоту. Соляная кислота также стимулирует высвобождение желчи из желчного пузыря. Она помогает заставить желчный пузырь сжаться и выделить желчь, чтобы извлекать из еды жирорастворимые витамины, а также омега-3 жирные кислоты, и расщеплять жиры. Ещё соляная кислота помогает стимулировать в поджелудочной железе выработку ферментов, помогающих переваривать пищу. Без этой кислоты на нужном уровне pH вы не будете выделять в достаточных количествах ни желчь, ни ферменты. Это приведёт к цепной реакции, к развитию многих других проблем. При этом у вас в тонком кишечнике могут размножиться бактерии и грибки. Это называется СИБР — синдром избыточного бактериального роста. И каждый раз после еды у вас будет вздутие живота, особенно если вы ели клетчатку или пробиотики. Да, вот такая ситуация. Ещё один момент по поводу соляной кислоты. Нормальная кислотность желудка нужна, чтобы держать под контролем хеликобактер пилори. В норме у нас в организме есть эта бактерия, но она не доставляет проблем. Но при низкой кислотности в желудке она выходит из-под контроля и создаёт проблемы. Это ещё одна важная причина, по которой нам нужна аж-хлор — соляная кислота в желудке. Другая вещь, которая может быть причиной недостаточного образования соляной кислоты — это нехватка цинка. Его нехватка есть у многих людей. При нехватке цинка человек склонен к проблемам с герб, кислотным рефлюксом и язвой желудка. Так что для выработки соляной кислоты нужно достаточное количество цинка. Также для этого нужны и другие вещи, например, хлориды. Скажем, хлорид натрия, то есть соль, нужна для выработки соляной кислоты. Также для соляной кислоты нужно большое количество калия. Так что корень вашей проблемы может быть на самом деле в дефиците цинка или в дефиците хлоридов или даже в дефиците калия. Смысл не в том, что надо принимать соляную кислоту, надо получать минералы, на основе которых она производится. Ещё один момент, о котором многие врачи не знают, это связь между приёмом кальция, избытком кальция в организме и герб — кислотным рефлюксом. Одна из крупных побочек антоцидов на основе кальция — это кислотный рефлюкс. Полнейшее безумие. Плохо то, что, не понимая этой связи, людям прописывают худшее, что только можно назначить при такой болезни. Так что, если обращаетесь к врачу с этой проблемой, обязательно посоветуйте ему изучить связь между гиперкальциемией и герб, то есть кислотным рефлюксом. Люди принимают не только кальциевые антоциды от кислотного рефлюкса, они принимают и другие препараты, например, ИПП. С этими препаратами проблема в том, что у них сильные побочки, например, нефрит, воспаление почек, например, переломы из-за стяпороза, развитие других патогенов, вроде кишечной палочки. То есть у этих препаратов много побочных эффектов. И вот план. Вот что я рекомендую. Лучшее средство от Герб — принимать то, что поможет выработке соляной кислоты. Это бетаиногидрохлорид. Вот как его принимать. Начинайте принимать по три таблетки перед едой. Посмотрите на самочувствие. Скажем, проблема осталась, но прогресс есть. Перед следующей едой выпейте четыре. Перед следующей примите пять. Продолжайте повышать дозу, пока симптомы не исчезнут. Может потребоваться семь, восемь или даже больше таблеток бетаина гидрохлорида, прежде чем кислотный рефлюкс полностью уйдёт. Это значит, что вам сильно не хватает кислоты, и надо её накопить, а на это нужно время. Я бы ещё посоветовал вот что. Допустим, вы дошли до восьми таблеток. Рефлюкс исчез. Самочувствие отличное. Я бы продолжил увеличивать дозу до тех пор, пока у вас не начнётся ощущение лёгкого жжения или теплоты в желудке. Это значит, что вы приняли слишком много. Тогда дозу можно снизить. Так вы сможете узнать, сколько точно штук вам надо, чтобы исправить проблему. Второе. Следите за достаточным количеством калия и морской соли в рационе, потому что это прекурсоры для выработки соляной кислоты. Третье. Следите за достаточным потреблением цинка. Он тоже очень важен для этого процесса. И четвёртое. Жуйте пищу дольше. Это облегчит весь процесс, особенно сейчас, когда вам не хватает кислоты в желудке. Просто жуйте дольше. Это поможет процессу и немного его ускорит. И пятое. Старайтесь понижать уровень стресса, потому что он может усугублять ситуацию. Не позволяйте симпатической системе доминировать. Нужно быть в парасимпатическом режиме, когда вы расслаблены. Во время еды организм должен быть расслаблен. Это поможет пищеварению. Приглашаю вас на свой курс надпочечниковый тип телосложения. Это самый частый тип из-за такой вещи, как стресс. На курсе я покажу, как вывести стресс из организма, вернуть красивое тело и избавиться от телосложения надпочечникового типа. Стресс тесно связан с иммунитетом, поэтому в пакете ПРО вас ждет подарок – уникальный новый курс «Как укрепить иммунитет». Я расскажу, как работает иммунитет, что его снижает, и дам список лучших средств для его укрепления. Жду вас на курсе. Продолжение следует...